Конечным пунктом этого краеведческого маршрута был Мамоновский храм. Ребятам в этот день пришлось пройти пешком километров пять. И вот они уцели. Анна Валентиновна, а в честь кого храм освящен? Ребят, этот храм освящен в честь святого Георгия Победоносца. Вы знаете, что этот святой изображен на гербе Москвы, который пронзает змея копьем. Храм молодой, это новостройка. Новостройка, ну как говорят, новостройка. А так храм очень маленький, уютный, деревянный, очень красивый. Мы сейчас с вами в него обязательно зайдем. Эти ребята – жители деревни Мирково и Дроздово. Они вместе с руководителем библиотеки побывали уже и в других храмах развилковского сельского поселения. А в этом Мамоновском в первый раз. Священник Стефан рассказал школьникам о Георгии Победоносце, чей образ отображен на иконе. О других великомучениках, пострадавших за веру Христову. Рассказал он и о временах гонений на церковь. Юные краеведы узнали о том, насколько важно изучать и чтить память наших предков. Ребятам, когда с юности, с детства, получать к вере, к молитве, к благочестию, к патриотизму, это вещь очень хорошо для них, да, это история этих храмов там. И для них это очень пользуется, для души, для себя, когда знаешь историю, когда знаешь, честно, вот этот храм, для чего он предназначен. Я первый раз пошел по маршруту, и мне очень сильно это понравилось. Я узнал много нового, что лично не знал. И думаю, пойду в следующий раз еще. Неразлучные подружки Аня и Маша тоже полны впечатлений. Есть очень много разных икон, то, что у Ксении, Петербургская, есть икона. Вот. В общем, мне очень нравится эта экскурсия, она мне больше всех понравилась. Я сегодня пошла в первый раз с Анной Валентиновной на эти экскурсии. Мне очень понравилось, было очень увлекательно идти до этого храма. Я впервые узнала, что он назван в честь Георгия Победоносца. Они тянутся к этому, потому что сказать, что, как у нас сейчас многие говорят, нашей молодежи это не нужно, это неправда. Нам и нашим детям это нужно. Глубокая история, которую мы должны, мы обязаны доносить до своих детей. В оставшиеся дни летних каникул ребята еще много узнают о своем родном крае. Ведь они каждый вторник отправляются в путешествие. Продолжение следует...